Петровича в нашем посёлке знал каждый. Старик был лучшим пчеловодом в округе. Огромная пасека, которой он занимался вместе с женой, располагалась недалеко от села, километрах в пяти от него. Но прославился Иван Петрович совсем не поэтому, а тем, что ещё десятилетним пацаном воевал в партизанском отряде. Именно во время войны Иван и познакомился со своей будущей супругой. Любка молодая, красивая девчонка стала не только его верным боевым товарищем, но и лучшим другом. И вот уже после войны, через все ужасы, которые они прошли вместе, их дружба переросла в настоящую крепкую любовь. Как только молодые люди стали совершеннолетними, сыграли свадьбу. Иван и Люба всю жизнь проработали в колхозе, где считались одними из лучших работников. Пчеловодством они увлеклись ещё в 60-х, когда Петрович попробовал разводить пчёл ради интереса, но со временем так увлёкся, что постепенно пасека разрослась до 20 ульев. Через пару лет, после выхода на пенсию, купил Петрович себе небольшой хутор, недалеко от нашей деревни. Хутор его стоял обособленно на отшибе. Вокруг леса, а рядом простирался огромный цветущий лук, что ещё нужно, чтобы поставить несколько десятков ульев и завести собственную пасеку. Дети их уже давно выросли и разлетелись кто куда из родительского гнезда. Дело у Петровича с женой быстро пошло на лад. Он ещё в детстве помогал своему отцу на пасеке с пчёлами управляться и до сих пор всё помнил. Вот и решил он на старости лет заняться любимым делом для души, да и лишняя копейка в доме тоже никогда не помешает. В конце 80-х мёд Петровича покупали со всего района. Семейный бизнес приносил довольно неплохие деньги. Но как-то раз заметил пасечник, что кто-то повадился на его пасеке улья разорять. Решил он, что надо вычислить разбойника и наказать. Так что придётся в засаде и какое-то время посидеть, сказал он жене. Петрович устроил целую военную операцию, не зря ведь в партизанском отряде служил. Ещё днём он соорудил в укромном месте шалаш, перетащил туда всё необходимое и как только начало смеркаться, отправился дожидаться злодея. Первая ночь не дала никаких результатов. Так и просидел он в своём укрытии, никого не дождавшись, только замёрз и не выспался. Вторую ночь Петрович снова направился в партизанскую разведку. Под утро начало клонить в сон, как вдруг со стороны леса нарисовалось небольшое, бурое пятно. Оно приближалось к пасеке, значит не зря он тут две ночи куковал. Да это же медведь, только маленький медвежонок. Ах ты ж господи, только этого мне не хватало, подумал пасечник. Ну надо же, нашёл где метком на халяву полакомиться можно. Петрович пошумел немного и услышав шум, медвежонок дал стрякача в лес. Надо что-то придумать. Иначе он нам так всю пасеку разорит, а то ещё и мамашу свою приведёт, тогда совсем дело худо будет, подумал Петрович. Этого нам только не хватало, жаловался мужчина своей жене. Долго советоваться не пришлось, Люба предложила подкармливать медвежонка медом. Может он тогда и шкодничать не будет. С этого дня стали оставлять для медвежонка кусочки меда в сотах. Маленький сластёна приходил периодически полакомиться медком, но на пасеку больше не лез и ульев не разорял. Косолапый долго вылизывал глиняную крынку из-под мёда, кряхтел и громко чавкал. Вдоволь наевшись он уходил в лес довольный. Мамаша с ним так и не появилась из этого факта. Семья сделала вывод, что матери у медвежонка нет, вот он и рыщет везде в поисках еды. Так продолжалось какое-то время, пока не наступила осень, а за ней и зима. Медвежонок перестал приходить за угощением, видимо залёг в берлогу в спячку. Весна наступила рано. В апреле к ним на пасеку пришёл уже не медвежонок, а молодой медведь. Так и появился у них Михаил Иванович, такое имя дала медведю Люба. Супруги продолжали подкармливать Косолапого, он быстро подрос и окреп на обильных харчах. Теперь он завидным постоянством наведывался на пасеку за угощением и был её своеобразным охранником. Супруги перестали бояться Косолапого. Вёл он себя вполне достойно, подружески брал только то, что ему предназначалось. А тут новая беда постучала в дверь. Не стало страны, за которую они с Любашей на войне кровь проливали. Наступили трудные времена. Пожилые, но сильные старики решили ещё больше увеличить оборот своей продукции. На хуторе дополнительно установили несколько десятков ульев и наняли помощника. Но вот только Люба и Петрович доверились не тому человеку. Их новый работник оказался продажным и решил навести на пенсионеров городских рэкетиров. Вскоре бандиты подъехали к хутору на двух машинах. Иван встретил их по-доброму, решив, что они приехали купить мёд. Но рэкетиры сразу заявили, что будут собирать со стариков деньги. За небольшую сумму в месяц они обещали защищать их бизнес от настоящих бандитов. Петрович пошутил, что кроме них он тут больше никого не видел. Но вымогатели обозначили, что выбора у пчеловодов нет. Или платить, или попрощаться с пасекой, которую пообещали жечь вместе с пчёлами. Через три дня бандиты собирались вернуться, чтобы взять деньги за полгода вперёд. Супруги начали думать, что же делать. Люба предложила обратиться в милицию, но Петрович понимал, что там ничего не смогут сделать, не будут же милиционеры целыми днями охранять их и хутор, чтобы защитить от бандитов, тем более, что устроить пожар можно было с лёгкостью. Хватило бы пары литров бензина и одной маленькой спички. И Иван понял, что действовать придётся самостоятельно, не зря же они с женой партизанили во время войны. В доме был небольшой арсенал оружия. Петрович был заядлым охотником, а Люба во время войны хорошим снайпером. Решили они, что сами смогут защитить себя и своё добро. Вымогатели приехали через три дня, как и собирались, вот только навстречу им так никто и не вышел. Старики засели на чердаке с охотничьими ружьями, откуда наблюдали за рэкетирами. Бандиты начали звать хозяев и требовать деньги, в противном случае пообещали забрать всё, что им приглянётся, а затем приехать ещё раз, чтобы взыскать проценты за долг, но им никто не ответил. Петрович уже держал на прицеле главаря банды. Тогда главный велел остальным заходить внутрь. И тут помощь к старикам пришла, откуда они её совсем не ожидали. Не успели бандиты сделать и пару шагов к дому, как вдруг откуда-то из леса ломая кусты и сучья выскочил медведь, который был в бешенстве. Он выглядел ещё более агрессивней, чем вся эта бандитская свора. Медведь бежал к хутору, круша на своём пути все кусты, молодые деревья и даже забор, который упал не выдержав его яростного натиска. Влетев на всех парах во двор, медведь даже успел отшвырнуть в сторону одного из бандитов. Потом он встал на задние лапы и двинулся на обидчиков, широко раскрыв пасть и показав свои огромные зубы. Куда только делась храбрость из крутых амбалов. Михаил Иванович, передвигаясь на задних лапах, всей своей свирепой массой двинулся на них. Медведь мотал головой, громко ревел и фыркал, обнажая свои яростные клыки. Бежать от медведя бесполезно, это знают всё, только попробуй покажи ему спину и всё тебе конец. От неожиданности и страха нарушители встали, как вкопанные. Михаил Иванович налетел на главаря и сбил его с ног, и тот увидел у самого своего носа рычащую медвежью пасть. Медведь оскалился, издавая громкие звуки и демонстрировал свои огромные, жёлтые клыки. Слюна с клыков стекала прямо на тело незадачливому бандиту. Все остальные подельники главаря бросились в рассыпную, пока медведь был занят их руководителем. Следом с оружием из дома выскочили Петрович и Люба. Они наставили на нерадивого грабителя оружие, а потом крепко его связали и заперли в сарае до прибытия милиции. Медведь ещё немного потоптался во дворе, взял немного кусочков фруктового сахара в подарок и скрылся во враге с чувством выполненного долга. Сегодня он спас от разграбления и уничтожения не только свои кормовые угодья, но и своих друзей-пасечников. Дорогие друзья, если вам понравилась история ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди ещё много всего интересного.